и доброго времени суток мои дорогие подписчики и подписчицы мы продолжаем просмотр аниме игра друзей у нас по счету идет пятая серия и наверное без лишних слов будем приступать к просмотру и смотреть что же придумал юичи в конце прошлой серии нам сейчас расскажет вот но перед этим не забывайте как обычно подписываться на канал ставить лайки и писать комментарии всем нравятся мои реакции а я же всем желаю приятного просмотра друзья и поехали я имею право отнять все уши ее улыбку и и доверие ее друзей потому что какое ты имеешь право отняла у меня все самое дорогое на свете каким хером юичи если ты будешь ставить мне палки в колеса я размышу тебя по стенке да а вот она и привившечка а вот она и привившечка для этой серии этот идиот серия 5 юичи а ты еще тот идиот ты что правда убил человека не убивал я никого это наглая ложь да уж наверняка здравый смысл подсказывает что даже с таким отцом шибы не способен на убийство и я не сомневаюсь что эту сплетню написал юичи но для чего он может добиваться у меня такой же вопрос если юичи сейчас оштрафуют мы точно установим что это написал значит ты утверждаешь что это неправда так и возьми докажи а каким образом что смысле я этого не делал говорю же любой бы так сказал ты что дурак ладно тогда проверьте меня на судимость но существует возможность что твой отец удалил записи о преступлении так себе доказательство и что мне делать вот если автор ложной сплетни назовется то другое дело так это глупо это глупо но это чушь ну вы ж такая прям продвинутая типа там игра все обо всех знаете знаете типа допустим о его отце да нашли там все это различные типа там фотографии и так далее так далее так далее то есть знаете абсолютно все подноготную и уверен знаете то что как бы он тоже ни при чем то что это на самом деле типа сплетня при этом знаете кто написал эту сплетню да если это конечно юичи да если бы кто-либо другой похую типа все равно вы должны это знать но смотрите какая коварная игра да типа как бы есть это сплетня докажи ебать как как доказать не знаю там возьмите ну блин детектор лжи мне предоставьте да как бы я детектор лжи пройду но почему нет там сыворотку правду мне там в жопу вкалите как бы я вам тоже скажу как оно есть все на самом деле не а как я могу сидеть как я могу доказать именно в нынешнем положении в нынешней ситуации типа кроме слов у меня абсолютно ничего нету если я этого не делал у меня и данных нигде никаких нету то есть что мне что мне вам показать что мне сделать да и как мне убедить то есть единственный способ это если тот написал признается что он спиздел а кому это нахрен надо если он признается что он стрындел как бы ему придется становиться первым то есть и потом большая вероятность будет того что он возьмет на себя абсолютно все долги и типа нахрена это нужно если бы я просто написал такую сплетню я бы не признавался нахрена мне блин и долги всех брать пошли вы в жопу не ну тупо точно попал в беду обратись к небесам пускай боги проголосуют верят тебе или нет ну хоть какой то вариант я не виновен поверьте мне о боги мне какой он бесячий я ни разу жизни не влезал в такие проблемы если что и случалось меня всегда прикрывал отец дурак едет колотить шиба проходит пять клеток и становится первым но он сам себя сам себя загнал задницу ничто не раздражает больше чем увещевание богачей в нашей стране важно не что говорится а кто говорит может быть опровергнуть ничем не подкрепленную ложь довольно проблематично неужели юзичи и это предвидел не унывай ошибок я тебе верю ты никак не мог убить человека юичи зато это сплетня все прояснила среди нас точно есть предатель который хочет разрушить нашу дружбу дал обещай я вычислил кто это давай может быть ее попался более того все шокирующие сплетни сдал этот человек неужели он поэтому давайте прекратим выяснять отношения ведь виноват он один понятно он задумал обвинить во всем предателя чтобы вновь сплотить группу так он молодец я пока не могу сказать кто все таки блефует а мне кажется нет а мне кажется не оси то сейчас на него так каверзно посмотрю еще нет необходимости говорить кто это потому что я нашел выигрышную стратегию какая здесь может быть стратегия меня тут сразу кое-что смутило эта игра откровенно нечестно поначалу надо ли друг другу и шли ровным строй но за каких-то две клетки наш долг вырос на 3 миллиона а за победу дает всего 2 миллиона это уж слишком нечестно да мы с вами в положении должников какие-то вещи приходится терпеть но слишком нечестные игры смотреть скучно у игры друзей есть аудитория это бизнес ориентированный на развлечение зрителей на интересная игра должна быть хорошо сбалансирован смотреть интересно когда результат непредсказуем из этого вытекает одна теория ну-ка ну-ка вы помните шестой этап тогда впервые попалась клетка снижающий долг долг кокороги снизился на 200 тысяч плюс монабу говорил что если исключить сплетни в остальном это самая обычная змейка а в обычной змейке есть и минусы и плюсы и если эта игра сбалансирована так чтобы поддерживать интерес зрителей смею предположить что пройдя по каждой клетке поля по суммарному долгу игрок должен выйти в ноль да чтобы игроки отказались от идеи держаться вместе начало усыпаны минусами а в смысле что с того а подожди-ка то есть это я правильно понял да помните когда они только начали темно договорились как бы ничего не будем писать и просто-напросто будем передвигаться вперед и когда мы дойдем до конца мы получим типа там энное количество денег 2 миллиона или сколько там они там получат или по 400 тысяч не помню что да по 400 тысяч кажется на их пятеро по 400 тысяч то между 2 миллиона вот и тогда они зашли на пару клеток улетели в нихуевые такие минуса и это начало пугать начало пугать потому что думаешь блин если мы дальше будем таким вот образом типа там идти на же просто завалят этими минусами мы охренеем и началась вся эта канитель плюсом предатель припиженный который вставлял палки в колеса да и начал писать на одного то на другого на третьего пятого десятого вот но я бы не предположил так как это предположил юичи это это получается им сейчас нужно просто-напросто все это так вот сбалансировать написать где-то какие-то сплетни чтобы встать на клетки именно приблизиться к шибы то есть ну к нему типа приблизиться и потом уже дальше следовать вместе вы выйдете в ноль при этом дайте все до конца не на ком не на ком не будет никакого долга и при этом вы получите 2 миллиона сверху выигрышная стратегия это догадка их уже не спасет просто нужно просто нужно сплотиться именно давай чистые листы и проходя по клетке мы не объединимся таким путем игра закончится финишем шиба коварство игры в том что мы не знаем кто что пишет но что если мы будем знать автора каждой сплетни вот что со следующего урока все кроме лидера будут сплетничать о себе если мы продолжим игру на условии что все кроме лидера должны сдавать сплетни о себе и один только предатель нас сплетничает на лидером то вот только на тебя нет сплетни подожди сплетни лидер шиба есть шиха есть и тори есть юич нет тенджи есть так я не понял что он сказал если каждый писал сплетню о себе если предположить что каждый писал о себе это есть только один так я не совсем понял то что он типа имел ввиду подождите о себе следующего урока все кроме лидера будут сплетничать о себе все кроме лидера он делает лидером шиба да то есть вот шиха пишет на себя ютори на себя юичи на себя тенджи на себя шиба не пишет ничего если на кого-то не будет написано то есть предатель если один ему придется написать тоже только на себя иначе они вычислят предателя а если он напишет на кого-то ну то есть если он напишет просто на кого-то другого будет понятно то есть шиха написал на себя ютори на себя юичи на себя тенджи на кого-то на тенджи не написано ничего потому что шиба никого ничего не писал да он как лидер не пишет ничего и в итоге все предатель известен ну ладно вроде бы отчасти понял должны сдавать сплетни о себе и один только предатель нас сплетничает на лидера, то вот. Только на тебя нет сплетни. Да. Согласитесь, тут очевидно, что предатель я. По сути, такая стратегия, всё равно, что открытое голосование. Предатель больше не предаст. Вот оно что. Поэтому его и не нужно называть. Лидер будет проходить по одной клетке. Если подстраивать сплетни под наши позиции, у нас есть шанс собраться в одной клетке. Шанс, говоришь? Ну да. Не сказать, что план идеален. Но, по крайней мере, так мы перестанем ранить друг друга. Знаю, у нас не всё гладко, но, может, попробуем объединиться? А почему нет? Всё равно вряд ли долг вырастет. И лидер, значит, может меняться периодически. То есть, кто первее выведет, кто будет на первом месте, тот и лидер, тот и ничего не пишет после каждого этапа. Я против! Почему, Тенжи? Вроде бы все за. Или, может, моя стратегия тебе чем-то невыгодна, а? Юич, ты точно уверен, что вычислил предателя? А, само собой. Чего это ты вдруг? Ну так назови его. Мы выведем его вперёд бесконечным потоком сплитер. И закончим игру. Это лучшая стратегия. Но не отправлять же одного на третью игру. Пу-пусть он не предатель. Это слишком жестоко. Вот наивный! Юичи, я не такой дурак, чтобы продолжать верить людям на слово! Середина игры позади. Если твой план не сработает, и мы потратим ценный раунд, я потребую назвать имя предателя. Хорошо. А также, если у тебя не будет никаких доказательств, я больше никогда тебя не послушаю. Тебя это устроит? Пытается, короче, такой выставить себя таким праведником, да, и просто-напросто прикрыть свою жопу, блин, чмошник топорылый. Ну реально, вот он сейчас такой, типа, нихуя себе, я тебе больше никогда не поверю, если ты скажешь, если у тебя не будет доказательств. А если даже у него не будет доказательств, и он скажет, ну и выскажет какие-то свои предположения, как ты будешь отпёздываться? Просто прикол в том, что о некоторых моментах, которые были сказаны, знал, к примеру, только ты. Факт, как он это о себе знал, только ты, да, знал ещё Ишиха, но как бы ей поверят, наверное, боль. Ну, ладно. Пытается свою жопу спасти. Понял. Ладно. Восьмой раунд. Так, все, кроме Шибы, написали о себе. Конечно. Супер. Тогда должно быть четыре сплетни. Если не досчитаемся, то сразу поймём, кто ничего не сдал. Посмотрим, в этот раз у нас... Целых десять сплетен. Десять. Целых десять сплетен. Десять. Увы, Юльчи. В твоём плане нашлась дыра. Да, там же можно брать несколько листиков. Я разочарован. И это твоя выигрышная стратегия? Как примитивно ты мыслишь. Даже если бы каждый сдавал по одному листику, то это бы не сработало. Ты вспомни правило. Видимо, кто-то из вас сдал целую пачку сплетен. Юльчи. А ты ещё так, идиот. Я заметил эту дыру. Но думал, раз ты настолько уверен, то нашёл способ её обойти. Нет. Я такого не ожидаю. Тогда выбора нет. Блин, он выглядит на самом деле растерянно. И так, настало время финальной битвы Юльчи. Отвечай! Кто из нас предатель? Это... Назовёшь моё имя, выиграешь. Но если промолчишь, я одержу безоговорочную победу. Простите. Это был блеф. Я даже не уверен, что предатели есть. Пойдём, Шихо. Бля... Юльчи только пытался всем нам помочь. Я не могу. Всё из-за твоей доверчивости. Ты обжигаешься снова и снова. Прости. Пора, наконец, признать. Наша дружба... Уже разрушена. Ты должна признать правду. Иначе тобой будут пользоваться и дальше. Но не бойся. Присел же на уши, а? Чертила. Иди сюда. Пошёл нахуй. Ладно. Победа! Больше никто не встанет у меня на пути. Два года назад ты отняла у меня всё самое дорогое на свете. Так как? Тем, что бросила. Наконец-то. Наконец-то. Как же долго. Как долго. Я этого ждал. Ждал возможности отомстить за того человека. Осталось только подготовить идеальную сцену для того, чтобы тебя разоблачить. Мне кажется... Не знаю. Я всегда в своей жизни считал, что... Заниматься чем-то подобным, вот как делает он, да? Ну, не в обиду девчонкам, но... Как бы способна именно, то есть, девушка. То есть, я считаю, что это как бы... Ну... Не пристоило мужику, да? В случае, если его бросила где-то какая-то там женщина, девушка, да? Это не важно. Не пристоило заниматься чем-то подобным. То есть, это низко. В случае, если парень плохо поступил, типа, там, с девушкой... Ну... Я ничего против не буду иметь, если девушка попытается где-то как-то ему отомстить. Это тоже будет, конечно, неправильно, да? Но я смогу это принять, и я смогу это понять отчасти. Но именно парень, который делает что-то подобное, пытается стрелять палки-колеса и портить жизнь той девушке, которая его бросила, да? Причем бросила его не где-то как-то там опозорив или еще что-то, да? А именно, ну, вот просто разошлись. Ну, вот просто... Ну, так получилось. И поступать подобным образом, это недостойно мужчины. Ну, реально. То есть, такой человек недостоин называться мужчиной. Это мое мнение. Да, у меня в жизни тоже был момент, и... Когда я хотел отомстить, и когда со мной поступили нехорошо, и я... Но прикол в том, что меня не бросили. Меня не бросили, нет. Мною просто-напросто нагло, можно сказать, пользовались. Но это еще было в школьные времена, да? Нагло пользовались, а потом публично унизили. То есть, если бы просто та девушка, к примеру, там, отвернулась, там, или сказала, там, иди ты нафиг, или просто вообще там не общалась, да, со мной. Я бы не парился бы по этому поводу. Не общалась и не общалась. Хрен-то с ним. Хрен с ним. А так нагло, типа, такая вот лживо общалась, пользовалась, типа, этим вот положением, пока общалась. То есть, скажем так, выжимала из меня все соки, да? То есть, все плюсы для себя. А потом, когда уже это было не нужно, просто-напросто, не то чтобы просто послала, а именно сделала это публично. И из-за этого, да, я был на нее золой. Я хотел ей отомстить, но и то я этого не сделал. Но желание было. Каюсь. Но вот так, это, ну, это не мужик. Или группа «С» окончательно влипла? Да, очень может быть. Дальше события действительно развивались невесело. Никто не обменивался ни словами, ни взглядами. Вероятно, игра шла точно по сценарию, задуманному предателем. 19 раунд. Пиздобол. Да никак она не запляшет, а что она сделает? Прыгнет вперед, и все. Как и все. Опять конец унылый. И не говори. В этой ситуации никакие сплетни не помогут догнать Шиха. И даже без сплетен она пройдет одну клетку. Проигрыш Шиха Савараги гарантирован. Упорство предателя оказалось сильнее у Майи и Чикатагири. Но что это? Меня чем-то смущает это изображение. Ну-ка, отмотай. Сейчас. Да вы шутите. Что? Неужели правда? Возможно, мы втянули в игру исключительного человека. В смысле? Игра еще не окончена. Народ, есть одно предложение. Юичи, прости, но тебе больше веры нет. Ну нету и не верите нахуй тогда. Придумал, как заставить предателя обозначить себя. Серьезно, Юичи? Да, в этот раз точно. Ну-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Съебись нахуй. Ну что ты. Да и что бы я ни сказал про личность предателя, финиширует все равно Савараги. Ну, тут ты прав. Так, а какой смысл играть в детектива, если уже поздно? Ну, зато в следующей игре будете знать, кто чмол. Разрешается писать ложь, но если вас раскрыли, вы становитесь перед лидером. Перед лидером. Хорошо. Если использовать его в моей стратегии со сплетнями о самом себе, то в третью игру пройдут все, исключая предателя. Да ладно? Все, исключая предателя? Почему? Разве такое возможно? Мы сдаем сплетни в последний раз. Нужно, чтобы каждый подписал со своим именем и написал сверху одно и то же. Одно и то же? Это утверждение верно только для одного. Для предателя. Не может быть такой сплетни! Может. Надо написать следующее. Заявка на участие в игре друзей была подана мной. Уверен, предатель загнал нас сюда для того, чтобы разрушить нашу дружбу. То есть, подавший заявку, и есть предатель. Точно? Поэтому, допустим, если предатель я, и каждый подпишет такую сплетню своим именем, то меня не оштрафуют. А вот остальных, да, ведь они напишут ложь. Ну и все, кроме предателя, вынужденно перепрыгнут на финиш вместе с Савараги. Я понял, 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 но обратно же, это теория, теория правильная, да? Я не помню всех правил игры, и здесь, ну, обратно же, голосование богов. Но голосование богов, наверное, здесь не учитывается. Все эти комментарии, все это голосование, наверное, не учитывается, потому что сама игра, сам, допустим, там, создатель игры, он прекрасно знает, кто начал эту игру. Он прекрасно знает, кто заплатил деньги, кто всех, допустим, запер в этой игре, да? И если по игре сама игра обязана, если она что-то знает, обязана, допустим, сказать правду, то, как оно есть, да, что вот ты, допустим, вот я написал, я не воровал эти два миллиона, да? Я, к примеру, тот же вот Юичи. Я написал, что я своровал их, и я начал эту игру. И игра обязана тогда, раз она это знает, раз она знает, правда это или ложь, сказать, что, типа, ты лжешь, ты собака солгал, и я отправлюсь вместе, вместе, получается, с Шихой, да? Так это работает. То есть я, все, я понял, как это работает. Единственное, если есть такое условие, что игра обязана сказать то, как оно все есть на самом деле, то да, эта стратегия очень даже рабочая. И подожди, сработает ли, сработает ли, сработает ли подписаться своим именем и написать? Даже если ты напишешь дохрена еще, это же последний раунд, все равно Шиха проигрывает. Если даже ты напишешь дохрени еще этих всех листовок, все равно, вот я один напишу дохрена. Все равно должна быть одна листовка, на которой я подпишусь, на которой я напишу это. Если ты этого не сделаешь, остальные как бы знают, что они, они начали эту игру, не они своровали эти два миллиона. И написать вообще не стоит, не стоит труда взять и об этом написать. Они ничего не теряют. А предатель, если напишет, потеряет все. Нет, это круто. Проделать именно сейчас. Стой, но факт лжи нужно доказать. Без этого... Все продумано. Доказывать это не придется. Почему? В смысле? Мы же говорим о человеке, подавшем заявку. Организаторы знают, кто это. Верно, профессор? Вероятно. Ха-ха-ха-ха. Но раз уж дошло до такого, было бы неплохо пройти эту игру без предателя. Пусть в третью игру сыграют только настоящие друзья. Стой! А где гарантия, что никто не напишет другое? Я бы их счел предателями. Что? Мы рискуем отправить в третью игру одну Савараги. Кто допустит это, тот не лучше предателя. Да, Шиба? Ага, я точно не напишу. Ты же с нами, Тенжи? Как-никак, ты ее верный союзник. Шах и мат, тварь. Ну, давай. Что ж, тогда будь добр, напиши первым. И я? Больше всего Савараги верит именно тебе. Лучше поскорее ее успокоить. Да? Тенжи? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Хорошо. Давай. Что ж, он придумает еще? А можно ли вообще еще что-нибудь за три минуты придумать? красавчик я напишу как он попросил а если правда всплывет то скажу что меня подставили мол я действительно подал заявку но меня вынудил один из нас если при такой сеток наполовину это такое себе такое себе да 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 написал что это снял и так все написали что подали заявку верно все зависит от моей актерской игры когда они поймут что я предатель я заплачу буду рыдать молить биться в отчаянии юичи добрый малый я же говорю чмошник не мужик и так не может не мужик не человек сейчас будет самое интересное смотри пожалуйста куда сай итак посмотрим сколько у нас сплетен я уже готов разрыдаться только одна все остальные пустые что в ней написано заявка на участие в игре друзей было подано мной дэнджи микаса почему почему один я написал сплетню я же сказал я придумал как заставить предателя обозначить себя обозначить нет я черт выбора нет буду умалять сквозь слезы все не так пожалуйста выслушайте что я скажу дэнджи не плачь я знал что ты наивен и у тебя будет время на отговорки а пока просто ответь на вопрос когда-нибудь тайное все равно станет явным говори прямо без лишних слов дэнджи да что с ним передо мной правда тот самый юичи тот самый юичи подал заявку на участие в игре друзей он меня ужасает я не понял и найдешь три странных момента ну-ка блядь ну следующие серии скотобазы такие блин я бы это уже хотел нет не знаю либо я у меня все в голове перемешалось либо я настолько тупой либо я не помню этих вот три исключительных момента но все равно я бы да я знал обо всем да но если бы я ни об чем ни о чем не знал бы всегда сама сильно отпездывался и всегда совсем не соглашался и всегда пытался где-то какую-то там лазейку найти и где-то как-то допустим не оправдаться а сказать что вот так то делать не надо так то делать не надо лучше сделать типа так а почему мы все должны верить ну короче всегда пиздил именно тэнджи именно он именно он сильно парился по поводу каждого предложения когда говорилось о том что можно вычислить предателя сам много вопросов задавал именно он то есть как будто у него шило в заднице и это бы меня смутило я бы чисто даже поэтому начал бы сильнее сильнее подозревать именно его но ладно надеюсь нам следующей серии расскажут про этих три момента и в дальнейшем может быть следующая а может и дальнейшем расскажет почему юичи исключительный игрок и сама организаторша этой игры да она когда это вот подумала и назвала его типа таким игроком исключительным она прям испугалась она прям испугалась и это интересно почему из-за чего и что в ее понимании значит исключительный игрок это тоже интересно, согласитесь. Ну, короче, аниме, как и эта игра, принимает такие вот неожиданные повороты, неожиданные обороты и за этим становится наблюдать все интереснее и интереснее. Но просто мне, тупо, нужно, конечно, этих три момента в следующей серии обрисовать. Обрисовать и досконально все так вот разложить по полочкам, чтобы я понял. Если будут о них рассказывать, я на каждом моменте буду останавливать и буду его разбирать для того, чтобы понять целиком и полностью. Это как бы важно, это нужно, да, для дальнейшего просмотра. Вот, чтобы быть на коне. Понял. Хорошо. Хорошо, серия в итоге удалась неплохой. Узнали предателя. Не знаю, только пойдет он с ними в эту игру, в следующую, или, как оно и сказано, типа не пойдет. Но это только середина аниме. Это даже еще не до конца середина. Почти середина. А значит, у нас еще много чего ждет. Много, может быть, ждет игр. Много ждет это каких-то моментов. И если в следующую игру перейдут все, кроме предателя, то что там могут быть за такие игры, чтобы в итоге заставить их идти друг против друга, заставить, получается, забыть про их эту дружбу. Это тоже интересно. Но все это мы узнаем в следующих сериях. А на этом моменте и на этой серии я буду заканчивать и буду со всеми прощаться. Надеюсь, что вам понравилась эта реакция, ребята. И всем добрового дня, добрового вечера. Увидимся уже совсем скоро в новых реакциях как на это аниме, так и на другие. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok